Ребята, привет! Сегодня у нас 18 февраля и у меня такие две новости. Первая новость, я вот сходил в магазин и приятно в кавычках удивился. Возьму вот два продукта, которые я купил, мне нужны они были. И меня это цены просто-напросто у меня вот такие глаза были. Вот растительное масло я обычно покупаю рапсовое. Стоило оно у меня раньше 1 литр 1 евро 5 центов или 10 центов, я уже точно примерно не помню. Но сейчас оно стоит евро 79. Макарошки 79 центов упаковочка, там полкило, по-моему, да, полкило. 79 центов, а раньше стоило 45, потом 50, 55 и сейчас уже 79. Классные цены. Почему это происходит? Ну понятно, почему. Первое, это, конечно, уже третий год мы воюем. Вы знаете, с чем мы воюем. Из-за этого фирмы разоряются, люди теряют работу и так далее, и так далее. И второе, конечно, к власти пришли зеленые, и они подняли цены на энергоресурсы. И бензин у нас уже стоит под евро 90. Как я ранее говорил, в роликах будет и за 2 евро. Так что ждем дальнейшего повышения цен. Соответственно, конечно, и отопление подорожает, и свет подорожает. Уже подорожали, да. Мы не получали еще перерасчет за прошлый год, за свет. Посмотрим, чем нас удивят. Вторая тема, конечно, которая никогда не кончается. Не знаю, когда закончится. Это всем известная болячка, которая нас уже третий год терроризирует. Наше прививство решило немножко нам поясок расслабить. И сказали, что с 4 марта уже, значит, люди, те, у кого нет прививки, могут с тестом попасть в общественные места. То бишь в ресторан, в кинотеатр, в бассейн и так далее. Вот такой расслабончик сделали. И с 20-го, если ситуация не ухудшится, то полностью хотят снять эти мероприятия. То есть, получается, что уже не надо будет показывать ваш сертификат. И не нужно показывать тестик. Можно будет пройти везде. Не знаю, как это будет насчет тестов. Если они останутся, то я сужу по себе. Допустим, я фотографирую свадьбы. Представляете, в пятницу я прохожу, делаю тестик. Он показывает позитив. А в субботу мне нужно фотографировать свадьбу. И такой вот обломчик, да. Что происходит у нас на работе? На работе сегодня у нас... Да, кстати, каждый день мы делаем тесты. Мы приходим на работу. И каждый день нас тестируют на эту болячку. И шеф такой объявляет. А у нас вот парень заболел. Я прекрасно знаю, что этот парень имеет прививку от этого дела. И он заболел. И самое интересное, что... Я ни разу не видел, чтобы он тестировался, да. У нас на работе такое положение. Да, и везде такое положение. Что те, кто не привиты, должны каждый день тестироваться. А те, кто привиты, по желанию. Так вот у нас люди, те, кто привиты, они не особо уявляют желание. И не тестируются. Но заразу дальше продолжают разносить. А нас обвиняют в том, что мы вот такие плохие. Мы такие не солидарные. И не хотим делать иммунизацию нашего организма. На заводе у нас постоянно слышны случаи. То там заболел, то там заболел человек. То там человек уже привит и заболел. То там человек не привит и заболел. Я лично встречался с одной женщиной, которая за 50, она не имеет прививки. И спрашивал, как. Она говорит, ты знаешь, Олег, все нормально. А как обычно, переболела гриппом. Небольшая температура, ломила суставы. Ну вот, как видишь, я стою перед тобой снова на работе. Все нормально, все тип-топ. Но опять же, нас дискриминируют. То есть, если вы не имеете прививку. Это каждодневное тестирование. И это значит, на то время, как вы заболели этим вирусом, вы должны сидеть дома на карантине. И в это время вы не получаете зарплату. Представляете, как здорово. То есть, те люди, которые имеют прививку, они могут спокойно ходить в рестораны, в кафешки, на работу. Распространять заразу. И им ничего не будет, когда они заболели. Они спокойно дальше будут платить зарплату. Вся вина лежит на нас. На нас, у кого нет этого волшебного средства. Вот такие вот, ребята, у меня новости. Расскажите, как у вас, в вашем кругу, ваших друзей, родственников, кто чем пострадал, как лечился от этого, какие последствия были. Ну и так далее. На этом у меня все. Оставайтесь на канале. Пишите обязательно комментарии. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»